Продолжение следует... Бросая военную технику, обузы, теряя кадровые дивизии и армейские корпуса, Красная Армия стремительно откатывается на восток по всем фронтам. От Балтики до Черного моря. Потеряна связь. Потеряно единое командование. Отдельные очаги сопротивления ничего не решают в ходе немецкого наступления. Войска попадают в окружение. В плен сдаются батальоны, полки, дивизии. За считанные часы вчерашний глубокий тыл становится фронтовой полосой. Начальник штаба, доложите обстановку. По всем данным, немцы сейчас находятся здесь и здесь. По последней самой оперативной информации, вчера эти танки вошли в город Псков. Этого быть не может. Такая информация. А где, черт возьми, наши танки? Авиация наша где? У меня приятель по Академии в Киеве служит. По его данным, вчера командующий авиацией западной группы войск генерал Кобец застрелился. Хлюпик! Чем стреляться, лучше сам бы сел за штурвал самолета и лично атаковал противника. Да. Ну, что ж на нашем участке так тихо? Вчера как раз над нами их разведчик летал. Значит, со дня на день танки и здесь появятся. Ребята, лейтенанты, без очереди пропустите. Проходите, товарищ лейтенант. Давайте миску, товарищ лейтенант. Ничего, ты корми бойцов, я здесь постою. Есть. Давай. Суворов! Я! Ко мне! Есть! Держи. Следующий. Товарищ командир полка, комсвода Суворов по вашему приказанию прибыл. Ты какое училище заканчивал? Смоленское пехотное. Значит, ты кадровый офицер? Так точно. Так какого ж ты хрена мне своей интеллигентской любезностью? Солдат портишь. Это ж армия, война. Это тебе не очередь за билетами на танцплощадку. Это войсковой завтрак. Ты согласен? Так точно. Ты офицер. Завтра этим бойцам за тобой в атаку идти. Ты впереди быть должен, а не стоять с пустой миской сзади. Вот еще раз увижу, получишь семь суток ареста. Иди. Слушаюсь. Давайте миску, товарищ эстинант. Я вам без очереди возьму. Ложись! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вставай! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подтянись! Фу! 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 КОНЕЦ Федя! Куда, пацан? Давай отсюда быстро! Уберите мальчишку! Шустрее, ребята, грузимся! Федя, ну пойдем же, мы будем! Быстрее, шевелись, шевелись! Здрасте! Анюта? Откуда ты здесь? Вчера приехала. Здравствуй! Посмотри, она тебя узнала! Привет! Поздоровайся! Хорошая! Собачку эвакуируйте, Горжет Борисовна! Конечно! Мы столько лет вместе! Я ее щенком брала! И потом эта порода! Алло! Нет! Вы сами мне этот приказ отдайте! Сами! Есть приказ, будем говорить прямо! Уничтожить мясокомбинат! Уничтожайте! А станция? Взорвать станцию? Взрывайте! Но вы лично! Ну зачем вам для этого мое личное присутствие? Но вы же первый! Да я знаю, что я первый секретарь рекома партии, но я же не главнокомандующий! Понимаю! Он отдает все приказы, главнокомандующий, товарищ Сталин! И они, будем говорить прямо, одинаково касаются всех и каждого! Значит, взрываем? Да! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Быстро! Эй! Уберите детей с площади! Сейчас машина пойдет! Где дома нужна машина, товарищи Петер? Дети ждут машину! Меня это не интересует! Убираем детей в сторону! Давай! Поехали! Ищите побуду и транспорт! Самолетик! Пой самолетик! Дети! 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 Что ж ты, дружок, сам ты под машину бросаешься! Самолетик жалко! Ну, будем говорить прямо, как там оно у вас? Все готово? Заминировали? Еще утром? Еще утром заминировали? Точно! Ну и чего мы спрашиваются, ждем? А чего? Жмите кнопку, взрывайте! Не понял? Жмите кнопку, я все услышу! Заводи машину, поехали! НКВДшники уехали! Надо было с ними и проще, и надежнее! Мы догоним! Долго, товарищ, долго! Долго! Здрасте, дядя Коля! Аннушка! Ты, ты, ты откуда? Ты как здесь? Вчера на каникулы приехала! Какие каникулы? Ты что? Не сегодня, а завтра здесь будут немцы! Племянница моя Анна на каникулы вот приехала! Родители, понимаешь, у нее на море отдыхать поехали, а она сюда на каникулы! Очень приятно! Ты что, не знала, что война? Знала! Дела! Да, будем говорить прямо! С этой войной как-то не кстати! Алло! Мясокомбинат? Нет мясокомбината? Сейчас поедем! Сейчас! Не волнуйся, мой хороший! Сейчас поедем! Сейчас все будет! Да, немцы будем говорить прямо! Кто бы мог подумать! А ведь мне, Аннушка, в прошлом году предлагали в Среднюю Азию перебраться с повышением вторым секретарем крайкома партии! Отказался! Не просчитал, так сказать, со временного момента! Ну, я теперь не на передовой в тылу полезнее крепить, будем говорить прямо трудовой фронт поднимать, будем говорить откровенно, боевой дух и укреплять сознание массы будем прямо говорить будем прямо говорить Ну, а с тобой мне что прикажешь делать? Будем говорить прямо места в машине у меня для тебя нет! Николай Степанович! Николай Степанович! Мы из детского дома мы уже три дня здесь ждем нам обещали машину! У нас дети! Вы должны нас помнить! Мои детки все время пели хором на всех концертах! Детки пели помню про машину не помню! Мы в реме сейчас! Товарищ! Песни распевать! Материальной ценности вывозить нужно! Садись в машину! Песком едите! Это ваш Бобик-то материальная ценность дядя Коля! Ты мне еще тут будешь? Поехали! 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 Сторону фронта двигались. Воевать хотели ребята. Отвоевались. Ты чего притормозил, Ляушке, кому-то? Команда была. А ну, быстро встрои. Пушка целая. Полный боекомплект. Похоронить бы и всех надо, по-христиански. До времени нет. Мы-то пододвижемся, лейтенант. Вы-то сами хоть знаете? Догадываюсь, Прохоров. Смотрите, если на немцев норовемся, в этом узком месте они нас всех положат, как цыплят. Здесь же прикрыться нечем. Без паники, старшина. Пулемет ваш отдайте. Зачем? Если ты так немца боишься, еще сбежишь вместе с пулеметом. А нам с бойцами вам факт пригодится. Я от врага бегать не собираюсь. Я по-глупому помирать не хочу. У меня есть жуткое желание увидеть, как они эти суки отсюда драпать будут. Другой разговор. Оставь себе пулемет. Пошли. Забросать артиллерии противника ума много не надо. А вот если вживую, кулак на кулак, штык на штык, тут я лично долго буду сопротивляться. Яйца гаду вырву. Ну, пускай родину не отдам. Я насчет родины мужик жадный. Так что еще посмотрим, кто кого. Если завтра война. Если враг нападет, если темная сила нагрянет. Как один человек, без советский народ, за свободу и родину встанет. На земле, в небесах и на море наш напевный могуч и суров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Коля, ты что, лицо у пары командира показалось знакомым? Не выдумай, поехали. Едем, едем. Ага, едем. Ага, едем. И врага разобьем мы жестоко. На земле, в небесах и на море наш напевный могуч и суров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня походу готов. ПЕСНЯ И на море Наш на первой воду И в сурок Если завтра война Если завтра поход Будь сегодня По ходу готов Если завтра война Смотрите, солдаты пришли На месте Стой Раз-два На алле Товарищи бойцы Стоять будем часа полтора Потом тронемся Старшина еще раз перепишет всех пофамильно Вымойтесь все Приведите себя в порядок Тут как раз по прямой за парком баня Прохоров Я Останетесь за старшего Есть Разойдись Разойдись Отдыхаем А вы-то сами сейчас куда, товарищ лейтенант С народом поговорить Провести рекогностировку на местности Нам сейчас важно знать Где наши, где немцы А тут Ни хрена непонятно Прохоров Откуда вы знаете, что там за парком баня? Камень А? Секретная информация только для тебя Я родом отсюда У меня тут мамка, дом, вся родня Я сейчас бегаю, увижу кое-кого Через полчаса буду здесь Только ты никому Я тебе за это мамкин пирожок с капустой принесу Два Давай обжора Прохору Сашка Здравия желаю А это все мои Уехать не можем Говорят эвакуация А какая это эвакуация Если детей бросили Мы уже три ночи ночуем в райпотребсоюзе Ни подвод, ни машин Дальше я с ними куда здесь Они у меня все казенные Ни дома, ни поесть, ни папки, ни мамки Интернат закрыли, с удовольствием сняли Продукты не возят И Поди, пожалуйся Все сбежали Ты и я, смотрю, здесь вроде старший Что мне делать-то? Мария Васильевна, придумаем что-нибудь Достань машину в городе В городе нет машин, можешь не искать Хорошо Будем думать Решим вопрос Я умоляю тебя Да Дети Пока остаемся здесь Будем ждать товарища командира Прохоров, иди сюда Он не бросит нас Да Ты пока бойцы в бане моются Закинь-ка свой пулемет наверх А то мало ли что Оттуда площадь хорошо просматривается Слушаюсь Саша Я скоро Ты прислышал Нет Нет Глянь, как у меня дома Здравствуйте, тетя Люсь Санька Суворов Ты что ли? Я, тетя Люсь Ну тебя прям в форме-то не узнать Важный какой Надолго приехал? На пару часов Ну не буду тебя задерживать Матери привет передавай Хорошо, тетя Люсь Ой, здрасте Здрасте Музей для посещения закрыт, товарищ солдат На дверях записка висит У нас эвакуация А, миль пардон, я сейчас уйду А, впрочем, если вы хотите поучиться у наших предков, как нужно родину защищать, тогда, пожалуйста, смотрите, лично мне вы не мешаете Саша, Сашенька живой От тебя? Ты что, куришь, что ли? От тебя до балкум пахнет Не, мам, не курю, балуйся Не кури Ничего в этом хорошего нет Пойдем, я тебя покормлю Сегодня воскресенье, у меня пирожки с капустой О-о-о Да, соскучился по-домашнему-то Сынок, руки мои Давай Вот Давай, давай Вот У вас, наверное, в армии там все курят А ты не кури Будь примером для своих солдат Они тебя уважать будут Будут показывать на тебя и говорить Вот какой хороший у нас командир Суворов Не курит, здоровый Хорошо, мам Как твоя нога? Болит Ходить совсем уж не могу Многие сейчас эвакуируются А я куда ж со своей ногой? Люди говорят, по сто километров пешком идут Вот Видишь? Ой У Харламовых-то Обоих убила И Вовку, и Никитку В один день Когда? На этой неделе, в среду Солдат тут много было Отступали Кто-то пришел к тетке Шуре Сказал, убили Тетка Шура Три дня криком кричала Сразу потерять обоих сыновей Не прийти, Господи Только сейчас вот Кажись, по улице бегали Мяч гоняли Поверить не могу Давай, мамочка, я тебе воды принесу Дрова колоть не буду, не успею Времени нет Я до зимы еще в отпуск приеду Как только немца разобьем Мне, простите По вашей вине Музей к эвакуации надо бы наготовить Собирать ценности Так что вы уж тут Сами посмотрите Экспонат у нас просто Замечатель Минуточку Перчатки Между прочим, принадлежали Легендарному гусару Генералу Денис Васильевичу Давыду Да Когда в 1812 году Русские войска гнали Наполеона Денис Васильевич своим отрядом Несколько дней квартировал в нашем городе Да Ну Гусары Выпили Отдохнули И при отбытии Денис Васильевич Свои перчатки забыл Да Бесценный экспонат Потому как боевой гусар был Никогда не отступал Да За Денис Васильевича А так Ни-ни Ни Кожаные Лайковые Где у тебя тут ход наверх, отец? Наверх? Прошу Прошу, прошу, прошу Прошу, прошу, прошу Прошу Дальше-то что будет, сынок? Мам, я сам точно не знаю У нас ни полка не осталось, ни штаба Сейчас у всех задачи к своим прибираться Но враг будет разбит Ты не плачь, мам Ты если, мало ли, вдруг немцы На улицу старайся не выходить Да куда мне выходить-то с моей ногой Я вот воды в дом сама принести не могу Воды тебе на первые два дня хватит Мне идти надо Мне еще к Тимохе Вот, в дорогу Ребят своих угостишь Спасибо, мам Ну, все, все 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 Не волнуйся, мам Аккуратно Ничего не ломать Здесь у нас тоже музей Так, так, так Осторожно, осторожно Хорошо 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 В течение суток происходили упорные бои наших войск С войсками противника на Псковском, Витебском и Новоград-Волынском направлениях Упорное и героическое сопротивление оказали войска победоносной красной армии под Смоленском Наши войска неоднократно контратаковали противника И перешли в наступление на отдельных направлениях Вот видишь А сейчас слушайте концерт Это отдельный случай А в целом, конечно Все очень плохо, Саша Ты бы видел, как тут наше городское начальство драпало Они, как мы, батя говорит, крысы осведомленные У них одна реакция на опасность Бежать с корабля Янц, что там? Что там внутри? Все в порядке? Ты хорошо стреляешь, Йоган? Они мертвы Что здесь делает собака? Все мертвы Но это гражданская машина Бог простит нам На ней не написано, что она гражданская Поехали дальше Орленок, орленок, следи выше солнца И степи с высот так глядит На веки умолкли веселые хлопцы Живых я остался один Хорошо поют Надо их чем-то накормить, Катошки Дети, война Хуже не бывает Ты видишь, что я уцелел Лети на станицу, родимой, расскажешь Ак-сына, бери на расстрел Лети на станицу, родимой, расскажешь Ак-сына, бери на расстрел Орленок, орленок, орленок 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 Как ведут эшелоны, победа борьбой решена. У власти орлиная для миллионы, и нами гордится страна. У власти орлиная для миллионы, и нами гордится страна. Ну, угощайтесь, налетайте, артисты. Берем по одному яйцу, и обязательно благодарим товарища Самохина за то, что он вас накормил. На лавочку. Давайте. Ну, давай, держи, пей. Голос еще лучше будет. Спасибо. Тебя как зовут-то? Федор. А меня Георгий. А ты вот эту песню знаешь? В лунном сиянье снег серебрится, Вдоль подороженьки троечка мчится. Неа, не знаю. А у нас все говорят, что вы деклассированный элемент. Не верь, я такой же русский, как и ты. Держите. Спасибо. А песня эта хорошая, умная. Ну, пойдем. Пойдем к ребятам. Из наших ребят кто здесь? Из парней никого. Всех военкомат забрали и сразу на фронт. Орламовых уже убили. И Вовку, и Никиту, знаешь? Знаю, мать сказала. Я три раза заходил в военкомат. Не взяли. Не прошел по зрению. А из девчонок кто в городе? Анюта Радищева на каникулы приехала. Анюта Радищева? Да. Да ты что. Анюта Радищева Ляушкин, командиру! Привет, Анют! Здравствуй! Сказать, чего хочешь, Суворов? Так нам надолго или только портки сменить? Это кто тебе такое сказал? Оно и так видно. Чему ж там тебя учили в училище-то военном твоем? Драпать? Тогда хорошо научили. Я лично ни от кого не драпаю. Фетя! Господи, Фетя! Ух ты, ёшкин кот. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Что это? Пулемён Прохоров. Я сейчас. Ко мне сюда! Скорее! Ко мне сюда! Скорее! Ух ты! Следы, как мне сюда надо! Так. Хуй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я виновна линзон! Стоять же этих гадов! Машину вас медлеем! Оставь линзон! Там мотоциклы! О! 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 Да мы герои! О! 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 Всех чудищ саблей прогнал. Ложимся. Ложимся. Глазки закрываем. Теперь нам ничего не страшно. Вы все видели, какой у нас замечательный, смелый командир. Как товарищ Ворошилов? Да. Спи. 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 Чего не спишь, Фёдор? Грустно. А чего тебе грустно? Наоборот. Вот немцев побили. Да, войну-то мы теперь выиграли. Теперь нас на машинах никуда не повезут. А я так хотел Москву посмотреть. Москва красивый город. Ничего, вырастешь большой, Москву увидишь, Питер. То есть Ленинград теперь. Федя, что? Извините. Да ничего. Пойдем спать. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Наш диктер не хуже будет. Наш-то патрон под него не подойдет. Мощное оружие. Саша, тебя мать потеряла. Ты зайди к ней. Зайду. И к тебе тоже. Ко мне не обязательно, я не соскучилась. Кто такая? Соседка. От матери привет передала. А это кто? Самохин. Бывший штабс-капитан Белой армии. Серьезный агрегат. Белой армии? А что это он так оружием интересуется? Тимоха. А. Запиши-ка его фамилию. Записываю. Говоришь ты, лейтенант, много. А вот будет ли толк. Прохоров. Да. Бери с собой четырех бойцов. К утру пушка с кишки должна быть здесь. Откуда пушка, как ты сказал? С кишки. Это узкая дорога, где расстреляли бойцов. У нас ее называют кишкой. Узкая и длинная, как кишка. А. Понял. Иди. Нет, стой. Ты же не местный. Ночью по темноте заблудитесь. Возьмите моху с собой. Он тут все знает. А я сам ополчением мобилизации займусь. Пошли. А мне винтовка полагается? Полагается. Зачем тебе сейчас винтовка? А. Ляушкин, Перфилов и вы двое со мной. Есть, есть, есть. Товарищ командующий, это правда, что вы наш город от немцев защищать будете? Правда? Здорово. А я вас знаю. Вы раньше на улице Чапаева жили. Почему жил? Я и сейчас там живу. Здорово. А это твой велосипед? Мой. Погоди, пока не уезжай, посыльным будешь при штабе. Согласен? Согласен. Перфилов, ты чего это каждому встречному оружие в руки даешь? А вдруг это человек враг? Как его фамилия, Тимоха? Самохин. Задора-то у них много. У этих красноармейцев. Командир, правда, сопляк. Ну, если меня вспомнить, таким же сопляком был в шестнадцатом году. До первого боя. Оружие-то у них новое, хорошее. Только вот бойцов настоящих среди них нет. Кто теперь за Россию встанет? Генерал Самсонов армию здесь положил. Немцев не удержал. Самсонов. А эти? Если завтра война, если завтра в поход. Народное ополчение, мать тех. А мы-то с тобой, Котовски, навоевались. Для нас теперь брестский мир. Мам. Ой, а я жду-жду. Ой, слышала, стреляли. Бой. На площади был. А я мать. Мне нужно знать, живой ты у меня или нет. Извини, мам. Живой. Теперь вижу. Ай, Анюта прибегала. Рассказывала про твое геройство. Давай поешь. Не могу, мам. Бежать надо. Дел много. Ну вот, опять бежать, опять бежать. Картошка остынет. Ой, ой, господи. Возьми с собой, ребятишек своих покормишь. Ляушкин, ты чего так громко кряхтишь? Ты пушку толкаешь или ты чего там делаешь? Да судя по запаху, он делает это то и другое одновременно. Невозможно сзади идти. Баран. Рязань твою душу. Тебя бы с Гитлером на одну ночь посадить, ты бы к утру его удушил. Ляушкин — наше секретное рязанское оружие. Это тогда. Только зачем он сейчас против своих-то воюет? Ну, невозможно, товарищ Сташина. Да прикурный. Толкайте давайте. Иван Паскрёбышев. Я. Паскрёбышев Сергей. Я. Паскрёбышев Александр. Я. Всей семьёй лопаты в руки и вперёд, окопы рыбь. Односим месяцем пристроим. Следующие, кого назову по списку, будут таскать брёвна для постройки блиндажа. Матвеев Борис. Здесь. Самохин. Нет Самохина. Ты ему сообщил? Да, я сказал. Понятно. Пока расцениваю это не как дезертирство, а как саботаж. Буду принимать меры. Захаров, дядя Андрей. Я? Нет, дядя Андрей, тут какая-то ошибка. Тебе же этой зимой операцию сделали, мамка писала. Ну да. Куда ж тебе брёвна таскать? Отставить. Я тебе другое занятие найду. А пока встань в строй. Ну, добро. Муромцев Егор. Здесь. Куда? Ты чё? Не балуй. Этот дуб никакая немецкая пушка не пробьёт. Я его с детства помню. Вся городская ребятня тут собиралась. Мы тут всю дорогу пропадали. А теперь он будет защищать нас. Естественная крепость. Ляушкин! Ура! 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 А-а-а! А-а-а! Василия! Подожди меня! Пили-пили-пили! Давай-давай, пошевеливайся! Бегись! Давай, пошевелись! Веселей, мужики, веселей! В эти сутки продолжались упорные боевые действия на северо-западном и западном направлениях. С большими потерями немецко-фашистским бойскам удалось продвинуться по направлению к городу Псков. Противник потерял более двухсот самолетов и сто пятьдесят танков на Смоленском направлении. Весь день шли ожесточенные бои против мотомеханизированных и танковых частей противника, безуспешно пытавшихся пропасть на восток. Ну и ничего. Смоленск-то держится. У нас там наверняка все пехотное училище подняли. А эти сразу почти тысячи штуков. И на отдельных участках фронта остановили продвижение противника. Бои продолжаются. Там за рекой армия легла, безумцы. Армия! Укрепрайоны, танки, артиллерия. Двести тысяч бойцов! То, что я видел своими глазами, это не бой. Это уничтожение. Три дня и нет армии! Безумцы. Где командир? Я. Понятно. Детский сад. Товарищ комдив. Отставить. Сдать оружие и документы. Не понял. Я два раза не повторяю. Личному составу приготовиться к отступлению. На сборы пять минут. Суворов Александр Васильевич? Это кто ж тебя так назвал-то? Мамка. Родители. Ну и что ты тут творишь, Суворов? В какой битве готовишься? Докладывай. Выстраиваю оборонительный рубеж согласно требованию устава и наставлениям по тактике, товарищ комдив. Как учили. С какой целью? С врагом воевать. Город оборонять. Приказ был? Этот город оборонять. Я тебя спрашиваю, был приказ или нет? Да не было такого приказа. Только я так думаю, товарищ комдив, чтобы Родину защищать приказы не нужны. А я родился здесь. Оставить Родину врагу, такого приказа вы мне дать не можете. И никто не может. Тут старики, дети. Детдомовских не эвакуировали. Извините, товарищ комдив. Красиво говоришь, комвзвода. Сколько дней в войсках? Прибыл в части, получил под командование 3-й взвод 1-й роты 243-го полка 320-й стрелковой мотопехотной дивизии 20-го июня сего года. Говоришь ты комвзвода красиво. А вот позиция для обороны у вас хреновая. Вы сами себе поставили под прямую наводку. На вас же одного танкового заряда хватит. Безумцы. Сколько у тебя бойцов? Человек двадцать? Шесть. Со мной семь, плюс ополченцы. Три дня назад у меня была дивизия. Десять тысяч бойцов. Уходил бы ты отсюда, лейтенант. Родина тебя простит. Не могу, товарищ комдив. Правда, не могу. Приказывать я тебе не буду. Парень ты лихой. Бесшабашный. Но только одного этого, поверь, для победы в такой войне мало. Решай сам. Так точно, товарищ комдив. То есть. Спасибо. Миша. Отдай ребятам все, что у нас есть. Есть. Прохоров. Сюда. Есть. Ляушкин Перфилов, за мной. Я постараюсь тебе чем-нибудь помочь. Но сильно на меня не рассчитывай. Три дня назад у меня была дивизия, а сегодня остался только он. Разгружаем, ребята. Так, давайте сюда складывайте. Ну, поехали, Миша. Хороший мужик. Оставил нам целый ящик гранат. Это нас радует. Пока нам особо радоваться нечему, Прохоров. Позиция у нас и вправду хреновая. Земля здесь тяжелая, камни. Отличная здесь земля. Гранаты раздайте бойцам. По одной гранате в руки. Слушаюсь. Иди отсюда. Ой. Хорошо копаете, боец Радищева. Грамотно. Где учились? Училась каждый год огород под картошку вскапывать, товарищ командир. Молодец. В гости сегодня пригласишь? Али как? Али как? Радищева. Раз ты лопату в руки взяла, значит, ты теперь такой же ополченец, как и все. Боец. Я, как верно ты заметил, твой командир. Я ведь могу и не спрашивать. Не пригласишь сегодня, назначу тебе ночью специальные боевые учения по индивидуальной программе. И сам их проведу. Шустрый ты. Не шустрый. Инициативный. Завтра немец придет, мне не до свидания с тобой будет. И тебе тоже. А с чего ты должна тебя в гости-то приглашать? С какой стати? У нас с тобой ничего такого никогда и не было? Это у тебя ничего такого ко мне никогда не было. А у меня к тебе всегда было. С первого класса. Что именно было-то, Суворов? Любовь родящего. И не валяйте дурака, а то семь суток ареста. Понятно? Теперь понятно. Лёвушка. Что? Иди мешки таскать. Есть мешки таскать. Санька! Упал! 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 Чего надо? Мобилизация. Считайте себя гражданин Самохин мобилизованным в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Собирайтесь. С какой целью? Война. А вы разве не в курсе? Весь советский народ поднимается на борьбу с врагом. Я такого народа не знаю. Может, вы ещё товарища Сталина не знаете? Ну, как говорится, лично не знаком. Да не в этом даже дело. Я русский офицер, и ты меня на испуг не бери, лейтенант. Я немца здесь в шестнадцатом году не испугался, да и сейчас не боюсь. А уж тебя-то... Меня убьют или расстреляют – невелика потеря. Обо мне плакать некому. Одно жалко – Котовский сдохнет. Его кроме меня никто не накормит. Выпьешь? Налью. Я с предателями Родины. Не пью. О, как! Под арест я вас отправляю, Самохин. За дезертирство. Под арест, говоришь? За дезертирство. Ну-ну. Побудь-ка здесь, Котовский. Тебе на это смотреть совсем ни к чему. Явушкин! Чего это с нашим лейтенантом? Непонятно. Может, на гвоздь наступил? По-моему, у него с головой что-то. Гляди, как он ее боком несет. Непонятно. Упал мужа. Скоро, товарищи бойцы, к нам прибудет пополнение. Работа в этом направлении ведется активная. Продолжайте строительство оборонительного рубежа. Да я его не больно. Так. Чтоб в голове мозг поправить. Думаешь, придут меня арестовывать? Да, навряд ли. Они со своими уже наигрались. Навоевались. Теперь у них немец враг. Да и некому меня тут арестовывать. Все разбежались. Вот один Суворов и остался. Ладно. Не буду я об этом. Товарищ полковник. Что ж это? Стой, кто идет. Пропусти. Ты кого ищешь-то, красотка? Мне командир ваш нужен. Суворов. Он у себя в блиндаже. Отдыхает вроде. Товарищ полковник. Молодец. Кто это тебя так, командир? Небось, на сторону сходил? Что же неудачно-то так? Ничего смешного, Радищева. А Сау кусил. Ну-ну. Да? Бойтесь, О, с Радищева. Они вам запросто могут, как в случае со мной, испортить личную жизнь. Делок ты, Сашка. А еще учениями угрожал. Мне, мне посты проверить надо. Прохоров! Я! У вас, у тебя закурить есть? А, найдется. Так вы бросить собирались? Ты сам, Прохоров, родом-то откуда? Из-под Костровы. Красиво у вас там? Красиво очень. Лучше не бывает. А из знаменитостей кто из ваших мест? Мост русский. Да. Хороший роман, как закалялась сталь. У нас другой. У нас старый. Который пьесы про купцов писал. Не читал. А еще кто? Сусанин с Костромы. О! Это наш человек. А река какая у вас там? Волга. А я Волгу никогда не видал. Давай, если к осенью войну закончим, к тебе поедем на Волгу. Нам же наверняка всем, кто воевал, отпуск дадут. Поехали. Слушай, мне что-то не нравится, что немцев нет. Ни танков, ни самолетов не слыхать. Вчера была где-то канонада. И все. Так может покончили уж с немцем. Ты так не шути. Давай в разведку схожу. Один. Ну, возьму и солдат кого-нибудь. Возьми. Ляушкина. Только ты его в узде держи, а то он любопытство много проявляет. И все не по делу. Я его воспитаю. Воспитай. Дойдете до Большака, тут пять километров ходу. Посидите у шоссе, осмотритесь пару часов. Сейчас поспите пару часов, потом идите. Лучше мы пойдем. Вернемся, поспим. Часовой. Я. Рядового Ляушкина сюда. Есть. Ты на ходу успеешь, Ляушкин. Сплю. Отставить спать. Есть. Пери его. Пес, ты чей? Выходи отсюда. Мы сейчас рассредоточимся, Ляушкин. Ты уйдешь на ту сторону дороги, чтобы, случай чего, мы имели две огневые позиции. Понятно? Угу. Вперед. И не спать, Ляушкин. Хорошо. То есть, есть не спать. Ты что, меня правда, с первого класса? Правда. Прямо любил? По-настоящему? Конечно. А у тебя родители, папа директор школы, мама учитель. А дядя вообще первый секретарь горкома. Я подойти боялся. А тут раз, видишь, война и все изменилось. Теперь ты начальство над всеми. Ну, так получилось. Мне так больше нравится. Вот только бы еще без войны. А ты смелый, умный, красивый. Тебя все в городе сейчас так уважают. Не то, что и тех трусов, которые сбежали. Ты про дядьку своего? Про всех, кто струсил. Предателя. Стой! Что здесь происходит? Собака в лесу? Тут что-то не так. Давай посмотрим. Твои ежкин кот. Пошли, Ото. Осторожнее там. Ладно. Ну и здоровая. Откуда же ей взяться? Черт ее знает. Пс-с-с, тихо. Эй, встать! Чего? Эй, встать! Прекрепить огонь. Все, поехали дальше. Ах, ничц. Просто эндорфа Руси. Лейтенант! 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 Что? Беги! Лежим! Лежим! Сходи! Не ложись! Аля! А! 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 Немцы! А! Немцы! А! 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 Фёдор! Федя! Поехали! Феденька… Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Мотите! Ёшкин кот! Отзрывай! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Что тебе? Давай! Что ж ты, Феденька? Ответ, мы с нами не поедем? Что ж ты? Коля! 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 Так ведь и не дали уехать! Мальчик мой, Федень! Господи! Сначала мотоциклисты проехали, которые нашего Ляушкина уснул балбес. Потом прошла огромная колонна. Танки, пехота, бронемашины всего до черта! Уходить надо, лейтенант. Я напрямки шел. По болоту. А они по трассе. Идут в нашу сторону. Саша, через два часа они будут здесь. Скажи что-нибудь. Они все ждут твоей команды. Саша! Саша! Александр! Лейтенант Суворов! Скажи же ты что-нибудь! Ты погибнешь! Ты умрешь! А я что буду делать? Ты слышишь меня? Готовьте людей к эвакуации. В наш город от Большака с запада есть только одна дорога. Мы там встанем. Отряд! Становись! Здесь болото. И здесь болото. По обеим сторонам от дороги. Тут речка. Мост. Значит с трех сторон у нас есть союзники. Кишка место тонкое. Здесь немцу будет негде повернуться. И чем больше будет его численность, тем хуже ему будет в этом узком месте. Верно? Верно. Нужно максимально сжать колонну противника, чтобы им совсем тесно стало. Это мы придумаем как. Сделаем. Ставим справа пулемет. Пулемет слева. Пушка. Ящик гранат. Прохоров возьмешь трех бойцов. Пушку. И уже выдвигаетесь. Есть. Два пулемета с двух сторон. И кто-то со мной. Кто остановит немцев. Это мы придумаем как. Уже придумал. Красивая история может получиться. Крестни. Ахаха. Прости меня господи. Пойдем. Все, мама, родная, мне идти нужно. Сыночек, вы догоняйте нас, сынок. Мам, мне идти нужно, я командир, я должен быть впереди, правда. Да, 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 я все, я все понимаю. Получится, довезешь его куда-нибудь, не получится, сбежит. Значит, будет до конца своих дней одних полевых мышей жрать. Ну ладно, ладно, держи хвост трубой, Котовский. Все, не плачь. Все, прощайте. Берегите, берегитесь. Ты садись с мамой на одну подводу. И не волнуйтесь, со мной все будет хорошо. Саша, я въеду. Держитесь друг друга вместе, не потеряйтесь. Я пошел. Товарищи дети, пожалуйста, осторожнее. Здесь музейные ценности. Они еще вашим внукам пригодятся. Не топчите им, не пинайте их ногами. До свидания. Прошу. До свидания. Ну ладно, ну. До свидания. До свидания. До свидания. Давай, давай, поспешайте, поспешайте. Что видишь? Едут. Сиди. Торжана, заканчивай копать. Все равно не успеешь. Немец приближается. Слезай. Давай, лейтенант, назад руки. И пойдем с Богом. Так. Держи крепче. Ладонь не разжимать. Только по моей команде. Как же вовремя я тебе этот синяк придумал. Ну, буквально, пленный. Командир красноармеец. Вне подозрений. Так, запомни. Вот там она. Ну. За Россию матушку. Вот только спросить у нее не успел. Что ж она меня, грешного, так не любила. Ну, пошли. Да. Я ей поближе. Что ж, будем надеяться в эту минуту кто-нибудь за нас, да, помолится? Стой! Стой! Это еще что за представление? Отто, ты собираешься в отпуск? Да, как только закончим эту войну. Осторожно. Держи их пока под прицелом. Слушаюсь, господин унтер-офицер. Что случилось? Дальше нельзя гаться в один офицер. Этот мост заминирован. Ты кто? Я русский. А он? А он советский. Русские и советские разные люди. Я понимаю. По его приказу, его солдаты минировали этот мост. Вам будет проще его разминировать, если он вам поможет. Брось автомат. Это запросто. Кайн проблем. Нет проблем. Давай, на! Это ловушка. Огонь! Один! Не можем! Вообще. Браво, смотри, браво! 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 Браво! Браво, смотри, браво! 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 Больше кроме нас никого не осталось? Никого! Браво! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...